Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь датчика уровня реагента высокая, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, марки автомобилей могут включать, но не ограничиваются ими, BMW, Mercedes-Benz, VW, Volkswagen, Sprinter, Ford, Audi, Dodge, Ram, GMS, Chevrolet, Jeep и т.д. Знаете ли вы, что свет двигателя включается всякий раз, когда выхлопные газы двигателя выбрасываются? Вне спецификации. ESM, модуль управления двигателем, контролирует и регулирует десятки датчиков, клапанов, систем и т.д. Он в основном действует как встроенная станция тестирования выбросов, он очлеживает не только то, что принимает ваш двигатель, но, что более важно, для производителя, то, что ваш двигатель накачивает в атмосферу, это актуально, Потому что по большей части датчики уровня восстановителя присутствуют на автомобилях с дизельным двигателем с резервуаром для хранения DF Дизельная выхлопная жидкость, DF это раствор мочевины, используемый в дизельных двигателях для сжигания выхлопных газов, что, в свою очередь, снижает общие выбросы автомобилей, что, как упоминалось ранее, является одной из наиболее важных целей ESM Датчик уровня восстановителя сообщает ESM об уровне жидкости DF, который присутствует в его накопительном баке, P203D это код неисправности, определенный как, высокая цепь датчика уровня восстановителя, и указывает на неожиданное высокое электрическое считывание из цепи датчика, обнаруженное контроллером ESUD, резервуар DF для восстановителя, какова серьезность этого кода неисправности Я бы сказал, что это довольно незначительный код, учитывая возможности, по сути, речь идет о сбое в системе, которая очлеживает, что происходит после того, как она уже сожжена и используется, тем не менее, нормы выбросов в большинстве штатов, стран довольно строгие, поэтому рекомендуется рассмотреть этот вопрос до того, как он нанесет больше вреда вашему транспортному средству, не говоря уже об атмосфере, каковы некоторые из симптомов кода Симптомы диагностического кода P203D могут включать, неправильные показания уровня DF, дизельная выхлопная жидкость, выбросы выхлопных газов за пределы технических характеристик, SEL, проверить цвет двигателя, включен, чрезмерный дым, низкое или другое предупреждение DF на комбинации приборов, каковы некоторые из распространенных причин кода Причинами этого кода двигателя P203D могут быть, неисправен датчик уровня редуктора, неправильная жидкость в резервуаре DF Короткое замыкание, каковы некоторые шаги диагностики и устранения неисправностей P203D Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование технических бюллетеней TSB На предмет известных проблем с конкретным транспортным средством расширенные диагностические этапы становятся очень специфичными для транспортного средства и могут потребовать соответствующего современного оборудования и знаний для точной работы Ниже приведены основные этапы, но обратитесь к руководству по ремонту для конкретного года, марки, модели, трансмиссии для конкретных этапов для вашего автомобиля Базовый шаг решетка 1 Убедитесь, что полностью очистили все активные коды и проведите тест-драйв автомобиля Прежде чем диагностировать какие-либо коды, это удалит все коды, которые были оставлены активными после ремонта или другие прерывистые, менее важные коды После тест-драйва повторите сканирование автомобиля и выполните диагностику только с активными кодами Базовый шаг номер 2 Я уверен, что после значительного времени владения вашим транспортным средством вы будете знать, где находится резервуар Для хранения диэв, дизельная выхлопная жидкость, если нет, то я видел их в багажнике, а также под автомобилем При этом заливная горловина резервуара для хранения должна быть легко доступна либо в багажнике, либо рядом с горловиной топливного бака Убедитесь, что вы отличаете его в первую очередь, чтобы избежать попадания нежелательной жидкости в нежелательные места Если вы можете проверить свой уровень с помощью щупа, сделайте это Некоторые транспортные средства, с другой стороны, не имеют возможности проверить уровень диэв, кроме как направить фонарик в отверстие, чтобы визуально увидеть, есть ли там диэв В любом случае вы захотите долить жидкость, особенно если присутствует P203F, базовый шаг номер 3 вольта В зависимости от возможностей вашего считывателя кода OBD2, сканирующего инструмента Вы можете иметь возможность электронного мониторинга датчика с его помощью Особенно, если вы знаете, что резервуар полон диэв, и показания показывают что-то еще В этом случае, скорее всего, датчик уровня восстановителя неисправен и его необходимо заменить Это может быть сложно, учитывая тот факт, что он будет установлен на баг Обязательно поймайте все диэв, которые появляются при замене датчика Основной шаг номер 4 Если вы можете легко получить доступ к разъему для датчика уровня восстановителя Убедитесь, что он имеет хорошее электрическое соединение Кроме того, всегда полезно обратиться к сервисным данным производителя, чтобы получить конкретные значения и процедуры для проверки датчика уровня Чтобы убедиться, что он неисправен перед его заменой Для этого вам, скорее всего, понадобится мультиметр, так как могут потребоваться испытания на сопротивлении Сравните действительные значения с желаемыми значениями, предоставленными производителем Если значения выходят за пределы спецификации, датчик необходимо заменить Примечание Всегда следуйте указаниям производителя относительно того, когда следует отсоединять аккумулятор, меры предосторожности и т.д Основной шаг номер 5 Проверьте жгут проводов датчика уровня восстановителя на наличие повреждений или потертостей Это может привести к тому, что ошибочные значения будут отправлены в СМ и могут обмануть вас в замене датчика Когда это не нужно, любые оголенные провода или коррозия должны быть отремонтированы Прежде чем продолжить, убедитесь, что жгут надежно закреплен вдали от движущихся частей Эта статья предназначена исключительно для информационных целей И технические данные и сервисные бюллетени для вашего конкретного автомобиля всегда должны иметь приоритет Продолжение следует...